Здравствуйте! Я Дмитрий Круковец. Это программа новости сроку 24. В начале выпуска коротко о главных темах. Четыре человека погибли от коронавируса в Югре. Данные Роспотребнадзора по заболеваемости за выходные. Для тысяч выпускников звенит последний звонок. В этом году прощание со школы проходит дистанционно. И нужно будет выбирать. Горожанам предложат определить, как будет выглядеть территория у бывшего кинотеатра «Аврора». 160 заболевших и четверо погибших. Это итоги распространения коронавируса в Югре в прошедшие выходные. Наибольший прирост дал Сургутский район. Там 45 ковид-положительных, 30 в Нижневартовске, 29 в Сургуте, 10 в Нефтьюганске. Еще 51 человек с опасной инфекцией в 13 муниципалитетах региона. Среди всех заболевших 16 детей, 63 пациента в возрасте от 50 лет и старше. Зафиксировано 17 завозных случаев, 109 из ранее выявленных очагов. В еще 32 анамнезах контактность уточняется. Заболевание у 51 поступившего в больницы протекает в форме пневмонии. У 66 человек, как у РВИ, в оставшихся 43 случаях бессимптомно. В субботу стало известно о том, что в Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Это мужчина 44 лет и женщина 42 лет из Лентора. В воскресенье из-за инфекции и ряда сопутствующих хронических заболеваний умерли 81-летняя пенсионерка из Коголыма и 58-летняя жительница Радужного. С начала года в Югре диагноз коронавирус ставился на 1670 раз. 579 человек вылечились, 17 скончались. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала новое постановление о дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространению коронавируса в округе. С 25 мая жителям Башкирии, Дагестана и республики Саха, это Якутия, приезжая в наш регион, необходимо иметь справку об эпидокружении, отсутствии проявления симптомов ОРВИ, а также контакта с заболевшими COVID-19. Справка должна быть выдана не позднее, чем за три дня до приезда в Югру. Люди обязаны сообщать о своем самочувствии в периоде пребывания в округе, не покидая контрольно-пропускного пункта в аэропорту, на ЖД вокзале или автомобильной трассе. После все граждане Башкирии, Дагестана или Сахи обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, либо по месту жительства в регионе, либо в обсерваторе. Компаниям необходимо либо переводить сотрудников на две недели на удаленную работу, либо предоставлять им отпуск на этот срок. Подробнее с пунктами постановления губернатора можно ознакомиться на нашем сайте www.indefisnews.ru Въезд и выезд только со справкой. На внеочередном заседании комиссии по ЧС Саргутского района сотрудники администрации и ведомственных служб обсудили организационные вопросы, связанные с работой КППМ в Ленторе, Федоровском и Нижнесартымском. Глава района Андрей Трубецкой заявил, что муниципалитет готов оказать помощь в доставке питания и средств индивидуальной защиты для сотрудников пропускных пунктов и полиции. На региональном штабе утвердили схему для въезда и выезда из поселений. Теперь жителям для того, чтобы пересечь пост, необходимо получить справку из администрации населенного пункта. Основания для ее выдачи прописаны в документе, опубликованном на сайте администрации района. Получили информацию со всех трех КПП, ажиотажа нигде нету, то есть с большим пониманием и жителей, и сотрудники, которые дежурят на этих пропускных пунктах. В принципе, работа уже отработана по аналогии с КПП на 175-м километре дороги Саргут-Ноябрьск. То есть фактически колесо не изобретаем, работаем по, скажем так, накатанной схеме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасности ради в госавтоинспекции провели первую в этом году встречу с байкерами. Профилактические беседы с представителями сообщества дают свои результаты, считают в полиции. В диалоге участники обсудили возможность упрощения процесса постановки мототехники на учет. В ГАИ отметили, что сейчас зарегистрировать транспортное средство возможно только по предварительной записи через портал госуслуг. Поговорили о безопасности. Водители сигнализируют инспекторам в опасных участках дорог, на которые стоит обратить внимание. Одним из таких считают отрезок Югорского тракта у Ледового дворца спорта. Вот когда ветер начинает дуть в город, вот сегодня, да, переметает Югорский тракт. Значит, уже несколько мотоциклистов там упали, и они упали без последствий. Могут ночью проходить на зеленый, это возле Ледового дворца. Вот, и перемет идет, нужно ставить за бортом, нужно какое-то предписание владельцу этого карьера. Начальник ГИБДД обещал отреагировать на жалобы водителей и провести дополнительную проверку состояния дорожной сети в обозначенном месте. Он также отметил, что необходимые обследования маршрутов уже проводились в начале весенне-летнего сезона. Информацию о недостатках передали владельцам дорог. К слову, на сегодняшний день статистика дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, даже несмотря на раннее открытие мотосезона. За период прошлого года, 2019, на данный период уже было совершено 11 дорожных транспортных происшествий с участием мототехники, а за период 2020 года, по действующему, у нас совершено 4 транспортных происшествий. При этом у нас на этот период 4 пострадали водители мототехники. В том году у нас, соответственно, 11, даже был погибшим. Во-первых, мото-патруль, который ежедневно несет службу на уличной дорожной сети, он стабилизирует и дисциплинирует водителей мототехники, а также инспекторский состав на цели на пресечения нарушений со стороны данных водителей. Сегодня для тысяч выпускников звенит последний звонок. Правда, онлайн. Из-за пандемии коронавируса прощание с уроками в школах проходит дистанционно. Школьники подключаются к своим линейкам через QR-коды. Торжественные мероприятия разделили на две части – окружную и городскую. С окончанием учебного года 11-классников и вообще школьного пути выпускников поздравила губернатор Югры Наталья Комарова. Теплые слова сказал и глава Сургута Вадим Шувалов. В видеопоздравления он также поблагодарил педагогов, которые, несмотря на сложности, смогли закончить учебный год дистанционно. Городоначальник пожелал выпускникам сил на предстоящих экзаменах. Дорогие наши выпускники, учителя, родители, пусть этот день, несмотря ни на какие обстоятельства, будет ярким и праздничным. А трудности мы обязательно преодолеем. Подробнее о том, как прошел первый в истории Югры, последний звонок онлайн, мы расскажем в вечернем выпуске программы «Новости» срогу 24. Между тем, жителям города скоро нужно будет выбирать. Выбирать, как именно должна будет выглядеть территория у бывшего кинотеатра «Аврора». Ныне это здание театра «Петрушка». Объект ждет реконструкция. Однако депутаты поставили перед департаментом архитектуры важную задачу. Необходимо сохранить деревья, кусты и клумбы, которые растут рядом. Что предложили в администрации и почему принимать решение предстоит срогутянам, расскажет Дарья Давыдова. Театр актера и куклы «Петрушка» до переезда в бывший кинотеатр «Аврора» своего здания не имел. Хотя и после того, как актеры заняли одно из старейших учреждений культуры в городе, ситуация для него особо не изменилась. Объект не отвечал требованиям, которые предъявляют для помещений искусства. Потому «Аврору», которое уже несколько десятков лет использовали для хранения реквизита, декораций и репетиций. Показывали спектакли юным зрителям на других площадках сургута. В филармонии, например. Каждый раз актеры возили костюмы и мебель туда-обратно. Любое приспособление спектакля к чужой площадке – это всегда стресс и для работников, и для актеров, и для самого спектакля. Потому что спектакль делается на конкретную площадку и конкретное вот это вот помещение. В этом году зимой депутаты городской думы утвердили выделение денег для проектно-изыскательских работ на реконструкцию театра «Петрушка». Оказалось, что здание нужно буквально разбирать до фундамента и строить новое. Важным требованием парламентариев было сохранение зеленых насаждений по обе стороны от здания театра – и улицы Магистральной, и проспекта Ленина. Департамент архитектуры на очередном комитете представил Думе три эскизных проекта. Денежные средства предусмотрены на 2021-2022 год в сумме 31 млн 387 тысяч. Предусматривается, что пирамид реконструкция этого здания будет общей вместимостью здания по количеству посетителей на 400 человек. Большой зрительный зал на 250, зал-трансформер на 120 и маленький зал на 30 метров. А еще для посетителей и сотрудников театра нужна стоянка. В эскизных проектах она есть на 120 мест. Однако располагается парковка аккуратно в месте скверика, где ежегодно организуют зимний ледовый городок. Да и сейчас там гуляют многие. Аккуратные тропинки, лавочки. Плюс рядом с «Петрушкой» стоит недостроенное здание. Парламентарии предложили подумать над организацией машиномест с его учетом. Как будут обеспечены пожарные проезды? Это раз. В том числе парковочные места под вот это здание. Непонятно, что из него когда получится. Потом я просил проработать вопрос о том, чтобы парковочные места чуть дальше вглубь микрорайона разместить, чтобы не затрагивать вот эту общественную территорию, где очень много народа гуляет. Без парковки, конечно, нельзя, однако и ликвидировать благоустроенную зону для прогулок вопрос сомнительный. Председатель Думы Надежда Красноярова предложила вынести вопрос на общественное обсуждение. Людям самим решать, что им нужно больше в том месте. Стоянка для автомобилей или лавочки и дорожки. Прошло общественное обсуждение, где таким образом разместить наш театр. То, что театр нужен, это однозначно нужно. В каком виде пройдет общественное обсуждение, пока не ясно. А провести публичные слушания в Думе из-за коронавирусных ограничений пока нельзя. Возможно, задействуют механизм рейтингового голосования в интернете. Такое обычно проводят для выбора парков, для включения их в программу формирования комфортной городской среды. Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Проекта не будет на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию. Администрация Сургута поставлена точка в вопросе о выделении денег на изыскательские работы по строительству продолжения Югорского тракта. Ранее вопрос рассматривали на Думском бюджетном комитете. В итоге решили направить деньги на ремонт дворов. Почему приоритеты расставили так, знает Татьяна Расторгуева. Строительство продолжения Югорского тракта – тема, которой не первый год. И каждый раз вопрос появления этой дороги упирается в деньги. Для того, чтобы построить трассу, которая способна закольцевать город, необходимо сначала выкупить, а затем снести постройки, расположенные на пути улицы. По состоянию на 2017 год, количество объектов расположено в границах красных линий автомобильной дороги улица 1 Зиана. Участок на улице Югорского до улицы Сосновой составляет 131 объект. Проектно-изыскательские работы выполнялись 10 лет назад. Срок действия изыскания истёк, и чтобы актуализировать данные, необходимы новые пиры. Их цена около 30 миллионов рублей. Депутат Богдан Гужва, который 11 лет отработал в Департаменте архитектуры города, настаивает основания у чиновников начинать работу по выкупу построек есть и без нового проекта дороги. Разгорелась дискуссия. После фразы, что нет необходимости корректировать документацию 10 года, после всех изменений в град, кодекс, СНИП и так далее, я больше продолжать не хочу. Это не нужно вам для того, чтобы у вас было основание для изъятия земельных участков. У вас 130 объектов, вы их будете изымать лет 5, на миллиард денег. Зачем палить сейчас 30 миллионов на разработку пиров? Это немыслимое вообще транжирство в наше время. Владимир Шмидт убеждал депутатов, что без проектно-изыскательских работ окружные власти не будут обсуждать тему финансирования строительства Югорского тракта. Наличие пиров – одно из основных условий вхождения в региональные программы. Мы 4З спроектировали, да, в этом году проект завершили. Округ после этого включил, готов включить эту дорогу, схема остыпает, как окружную, и говорить о ее финансировании. Третье. У нас планируется строительство второго моста. Ну, давайте думать о том, какая нагрузка у нас будет на профсоюзах, и не в Тюганское шоссе. Ну, а как мы туда выйдем по-другому? Если говорить про второй мост и про все остальное, то наиболее логичным и наиболее ресурсоемким есть выход с Тюганского шоссе через Нижневартовское. Эта дорога сама просится, она сокращает путь и как раз ведет в объезд всего города, а не поперек города, как вы это предлагаете. Депутаты настаивают, первичным должно быть решение вопроса с выкупом зданий. Это как частные дома, так и производственные базы. А ориентировочная стоимость затрат на компенсации и снос только части построек от Югорской до разведчиков в ценах прошлого года – 355 миллионов рублей. Всего же, по мнению депутата Гужвы, на эти цели потребуется около миллиарда. При этом, если со стройкой помогут окружные власти, то сам выкуп должен финансироваться только из сургутского бюджета. Да, там можно сделать проект, выяснимый, что не 131, а 128, что не миллиард, а 800 миллионов. Но надо сначала определиться, что мы готовы 800 миллионов найти в городском бюджете. Потому что, насколько я понимаю, при любом раскладе выкуп только за счет муниципальных денег. Да, пускай мы поучаствуем в проектах, выиграем, придут к нам, не знаю, 9 миллиардов рублей на реализацию этой дороги, и что дальше мы с ними делать-то будем. Ну, полежат они годно, мы их обратно вернем, потому что у нас нет таких денег на выкуп этого количества объектов. Депутаты отказались выделять деньги на проектирование продолжения Югорского тракта и предложили направить средства на расширение текущих проблем города. Это вне разума. Действительно, сейчас мы тоже же чувствуем ситуацию в городе с бюджетом. Вообще, есть понимание, как физически это все происходит, нормативно. У меня есть предложение, каким образом, помогите мне сформулировать его, для того, чтобы эти деньги перераспределить, вынести этот вопрос дальше на Думу, и деньги перераспределить на другие цели. Я предлагаю на цели. Я подрекаю конкретно на дворы. На Майской Думе такое решение, вероятнее всего, принять не получится. Потому депутаты предложили рекомендовать бюджетной комиссии проработать поправки с тем, чтобы распределить средства на следующей сессии в июне. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. indefisnews.ru Увидимся на наших каналах. АВТОРАДИО Первое автомобильное радио Радиореклама Рекламное информационное агентство Пять звезд На 5ria.ru Телефон 221-555 Добавим комфорта по вашему желанию К высоким запросам проявим внимание Жалюзи, плиссе, рольставни, карнизы Выгодные скидки в качестве сюрприза Наша компания вас не подведет На встречу вам всегда пойдет Компания Жалюзи Более 20 лет мы создаем атмосферу тепла, уюта и безопасности в ваших домах Собственное жилье – это свобода Свобода общения и встреч Свобода делать то, что ты хочешь в отдельной уютной студии Особенно, когда твои соседи так же молоды и активны, как и ты сам Наслаждайся природой и весело отдыхай с друзьями в двух шагах от своей квартиры Ведь мы продумали все для твоего максимального комфорта и безграничной свободы ЖК Дорожный – лучшее место для начала самостоятельной жизни Всем мамам подсказка Коляска-трость как сказка Легкая, удобная, складная, новомодная Коляски-трости с ушками и без уже в карапузе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok